Музыка 2003 год, сентябрь месяц. Прекрасная осенняя пора, чудесное настроение. Ну да, у всех чудесное настроение. А Михаилу, как всегда, не льется. После своего удачного концерта он очень-очень хочет сделать что-нибудь. Вот достает меня этими вопросами, давай что-нибудь придумаем, давай что-нибудь снова замутим. Я ему говорю, у нас же Бартов есть, ну немножечко так разбежался народ, собрать снова можно. А мне хочется, чтобы это был объединенный музыкальный и литературный клуб. В общем, он меня так достал, что я ему сказала, пойдем-ка мы в библиотеку. Да. Библиотеку и библиотеку. И сразу попали на прием к директору библиотеки в то время Надежде Павловне Литвиновой. Надежда Павловна так нам обрадовалась, как будто бы она нас всю жизнь ждала. А это и правда. Она действительно ждала нас. Это точно. Да. И название она нам дала. Она наша первая матка. И первый автор названия нашего клуба, который стал называться «Северные кружки. Остров вдохновения». И не только дала название клубу, но и привела в клуб своего мужа. А потом уже в клуб пришли Сергей Федотов, Тамара Виклиевская, Александр Щука. Его сейчас здесь нет, он живет в другом городе, но недавно прислал свой сборник. Валентин Сафонов, Алексей Клыков, Валентина Богданова, Татьяна Марьясова, наш редактор. Это те, кто стоял у истоков создания нашего клуба. И сегодня нам исполнилось 15 лет. Мы работаем, пишем прозу, стихи, сочиняем музыку. И с даме 25 монахов. Встречаемся с военнослужащими нашего гарнизона. И с учащимися наших любимых школ. А еще у нас есть маленький островок. Ну, кроме нашего большого острова, мы еще завели маленький островок. Да, которому у вас сегодня тоже юбилей. Только им не 15, им сегодня исполнилось 10 лет. И прежде чем предоставить им слово, я предлагаю островитянам, кто в состоянии подняться сюда, чтобы исполнить наш первый гимн. Когда удалят нас густые слова, сомнения и скуку отправим музей, решим, что пора нам открыть острова горячего сердца и верных друзей. Потом взгресим опыта, грустно писать, изменим привычный жизнь и уклад. И легкого фрига, подняв паруса, на мачте пиратский свой вынесем. Представляю слово главе Балтийской администрации Люгену Николаеву Ильфимчуру. Спасибо большое. Ну, во-первых, позвольте меня поздравить остров вдохновения с такой замечательной датой юбилейной, 15-летием. Ну, и что хотелось бы пожелать? Ну, во-первых, творческого долголетия, чтобы вы продолжали радовать нас своими произведениями. Ну, и, наверное, такая капризная дама, как муза, чтобы всегда была к вам благослована. Удачи вам, творческих успехов. Спасибо вам большое. Еще вот меня тут попросили на столетие комсомола. Маркиевской Тамары Михеевны не было? Да, приветствую. Ну, мы ваше произведение знаем, читаем регулярно. Мы с вами знакомы. Конечно, я же правильно говорю. Это вам. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте от себя от своего коллектива в библиотеке поздравить с 15-летним юбилеем. Конечно, пожелать счастья, здоровья и успехов. Мы очень благодарны, что вы помадаетесь именно у нас в библиотеке. И наша совместная работа дает очень полезного, доброго и культурного нам, нашим жителям. Конечно, хочется передать большой привет. И от исполняющего библиотеки, главной администрации. И от исполняющего библиотеки, главной администрации, присутствует в библиотеке. Пусть ваш опыт, творческий потенциал и талант способствуют развитию культуры нашего края и эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Желаем вам здоровья, творческих успехов, а также сохранить желание и искренность, с которым вы принимаете свои деятельности. Просветания, удачи и новых побед. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! А я знаю, почему так много людей в этом зале. Даже когда вы слыхали, сегодня праздник, юбилей! Улыбайтесь веселее! АПЛОДИСМЕНТЫ Обрывная родина красного, но ведь надеюсь, не у вас судьба тем, что по-клубовски замерзнет поэтический набор. А здесь прекрасный день, где среди традиции, как прежде, вот живет история вот здесь, наша слава, добрость и надежда. Сегодня в нашем городе события исторические, гордимся есть писатели и поэты у нас. Пусть минуты важны, все будут счастливыми. Слов и улыбок полны, жизнь эмоций дарит красивой и примит аромат новизны. Деньги балтийских поэтов мы любим, мы знаем и сегодня с удовольствием вам их прочитаем. Татьяна Марьясова Балтийс на западе страны, здесь море начинается, делами люди здесь красные, любовью к родине сильные. А я люблю стихи про море, Миша Сорина, стоят на свадьбе наши корабли и в непокое приблизо при рождении. Вчерашние мальчишки, гуля, они стоят на вахте и в дозоре. И нет воднее дома корабля, и нет судьбы прекраснее, чем море. А нам нравятся стихи Алеши Клыкова, сейчас мы их прочитаем. Нужно рано просыпаться и душой, и телом, чистить зубы, умолваться и зарядку делать. Нужно больно и красиво, но день встречать. Только как же мне не ем, как хочу я спать. Ничего нам лень, тоска, строим город из песка. Не претет наш город зло, будет в нем всегда степло. Коль нам в жизни будет сложно, он укроет нас надежно. Ведь с любовью и теплом здесь построен каждый дом. Жизнь прекрасна, даже если дождь бьет с утра. Каждый день прожитый важен, завтра и вчера. Что нам ветер, буря, наводнение, династия грозный уполет. Светить на землю вдохновение, оно согреет и спасет. Черт, концерт, Валентин Сафронов. А в чем оно, в людское счастье? Не в том ли, чтобы ветер стих? Чтоб солнце вышло на простор, моей России землю греть. Чтоб в жизни не было заторок, чтоб смог на жизнь легко смотреть. Всех вас с юбилеем поздравить хочу с этой солнечной датой. Пятнадцать лет по плечу только стойким солдатам. Всем известно сейчас, и от вас и не скрою, Каждый знает из нас, кто такой Миша Сорева. Он доктор заслуженный, пишет стихи, и острого правит отлично. Примите от меня, Никита Заколочного, поздравления лично. Мы благодарны острову, его творцам, неравнодушным людям и певцам, Идущим светлую дорогой рода, дорогою отцов и своего народа. Мы немного подросли, повзрослели. Мы на праздник к вам пришли поздравить с юбилеем. Вдохновение остров, пусть живет, просветает, Медостат даже более юбилея отмечают. Как солнце лучит. Наш остров. Наш остров вдохновение, как солнце лучит, Пусть крепит его голос, становится могучим. Он, как маяк балтийский, для детей усе, Вращается вперед на одной оси. Поздравляемые гости, дорогие островитяне. Я хочу представить вам детей, которые сегодня выступали. Те, которые вот сейчас еще в детском саду, подставительная группа, И те, которые 10 лет назад были на сцене, тоже выступали. Они тоже сегодня пришли поздравить. Итак, начнем, наверное, с небольшой. Кирилл Кустов, Дашенька Левченко, Матвей Микляев, Ярослава Борисова, Варя Беницкая, Артем Литвинов, Миша Павленко, Анечка Романько, Ну и старшее поколение, которое прошло через наш слух «Острое восстановление». Получить заряд, любить слово России. Это те, кто не даст. Настя Маслова, Никита Затовичный, он уже представился. Игорь Зимсков, Оленька Григоренко, Катя Глушенко и Саша. Вот такие наши ребята. Ну, я думаю, что... Сейчас. Произношу я человек и ощущаю человечность. И вижу звездный фейерверк. И ощущаю мир нетленный. Произношу я человек и слышу музыку вселенной. Представляете, это будет. Произношу я человек и слышу музыку вселенной. Часношу я человек и browsers. Ой, жилетайн,贏нусь домой, а ты прийти в другое. Милот- versions, шумет тундры Connor, Листья в госней час, листья в госней час. И никто, дракой милкой, не услышит вас, И он значит нас. Други их, полными печалью, И он любит все о меня. И на пути по имени Най-я-ни, Най-я-ни, Толь же наступление, Най-я-ни, АПЛОДИСМЕНТЫ Показали визуально, насколько мы выросли, Насколько мы постарели наши дедушки. Ведь мы в первый год видели их такими, которые в первый ряд. А я хочу прочитать свое стихотворение, Которое было написано в 2003 году. И оно вошло у меня в первый альманах. Посвящение клубу. В душе звучали стихи В фигеросе, В зале ветров, Когда разглядывала пятки дали, Уходящие в память веков. Мы где-то сбились в пути, В реальном или параллельном мире. Но знаю я, куда мне уйти, На остров поющей лиры. Но здесь тошняк-штармят ветра, Когда стихи свои читаю, Но гасятся они от добрых глаз, И искренности здесь хватает. Таланты все равны не могут быть. Мой ангел, Как вас я понимаю, Но острову на свете жить Ему судьбы я долго предрекаю. И будет в памяти веков. Такое у него предназначение. Ну а я, как пятки в зале ветров, Пусть не поэтом и не казначеем. Но, Михаил Борисович, Ты не переживай. От нас здесь всех сидящих Много ждет балтийский край. Хоть и стал меня взять, Открою секрет, звать Дама Раритет. Ну, немножко, может быть, обидно За внешность, за танки, манеры. Мы с вами для многих стали примером. Я сейчас докажу это. Вот Екатеринбург шлет нам приветы. Кто, как не остров вдохновения. Кто, как не екатеринбургский Писательская организация. Именно в нашем с вами примере 20 сентября в Екатеринбурге Прошло пятилетие Общественной писательской организации В Уральском центре. Этому пятнадцатилетию Посвящены эти строки. Пятнадцать лет сопровождает Нас покровитель Аполлон. Салим по мозг нам направляет, Любовь приносит Купидо. Дарит нам мудрость Калиопа. Эптерпа в лирику зовет, Вселяет бедность Менелопа. Эрата о любви поет. В одном строю поэт, прозаик, Художник, лирик, музыкант И автор творческих моделей Здесь демонстрирует талант. Гитара – лучшая подруга. Аккомпанирует нам гимн. Аккорд – лекарство от недуга. Давно стал близким и родным. Читают здесь стихи, басни, Рассказы о морских делах. Какие беды и напасти Встречаются в наших местах. О янтаре и наших дюбрах Немало сложено стихов. О семерах, рыбарских школах Нам автор рассказать готов. И возраст не играет роли. Все члены в творчестве равны, А старлетяне все по крови От одной вузы рождены. Не даром остров вдохновения В себе таланты воплотил, Словно по щучьему велению В один союз соединил. И молодых, и с сединою, И тех, кто полон еще силы, И тех, кто млад своей душою, Но в творчестве светила природа. Австровитян балтийские знают, Творения их читают все. Газеты города верстают На своей первой полосе. Двадцатый выпуск «Хальмонаха» Готов к изданию и ждет Руки редакторского взмаха, Чтобы отправиться в полет И приземлиться в наших школах, В библиотеках и в частях Стать в обсуждении в разговорах, В балтийских теленовостях. Пятнадцать лет не так уж мало Духовным лидером нам быть, Тернистым было лишь начало, И этого нам не забыть. Как не забыть, кого нет с нами, Кто первый был, шел впереди, И память будет жить стихами В сердцах у каждого в груди. Живи и здравствуй, милый остров, С тобой пройдем свой долгий путь. Мы знаем, что не будет просто, Но нам нельзя с пути свернуть. Спасибо. Я тобою жила В ожидании встречи Не смотрелась тоскою Порой на волну Ты ходила на берег, Всегда меня под вечер, На закате увидеть, На небе было. Ты опять далеко, Рядом чайки и море, Ты опять зачеркнул, Нейтральной водой, Нейтральной воды, Свою службу несешь, Как и бежте в дозоре, Охраняя границы Любимой страны. Я тебя подожду, Не волнуйся, Любимый, Свою службу неси, Я любовь сохраню, Со мной вместе всегда. В душе ангел незримый, Он в разлуке с тобой Хранит верность мою. Сколько долгих ночей Без тебя пролетело, Сколько долгих часов Я на пирсе ждала, Я боролась с тоской, Каждый раз, Как умела, Наш семейный очаг, Я для нас бегла. Вот и время пришло, Я стою на причале, На борту корабля, Уже вижу тебя, Сколько радостных лиц Вас сегодня встречали, И цветы, и улыбки Любимая. Я тебя подожду, Не волнуйся, Не волнуйся, Любимый, Свою службу неси, Я любовь сохраню, Со мной вместе всегда. В душе ангел незримый, Он в разлуке с тобой Хранит верность мою. Со мной вместе всегда, В душе ангел незримый, Он в разлуке с тобой Хранит верность мою. Хранит верность мою. Хранит верность мою. Хранит верность мою. На море опять набегает волна, И плещет с путеной водой, У нас согревает родная земля, И берег Балтийский родной. С тобой вдвоем к нему идем, Нас чайки зовут, Не зовут, Зовут к себе Морской волне, К морской волне. Зовут к себе Морской волне, К морской волне. Другой взятаялась Послуки с тобой, Моряка свящала Пусть к тебе, И тысячи миль Пролегли за тормой, В крутой Офиатской волне. С тобой вдвоем К нему идем, Нас чайки зовут, И зовут, Зовут к себе К морской волне, К морской волне. Зовут к себе К морской волне, К морской волне. Я вас в любви Называю ты его, А музыкой моря Привой. Нигде бы не был, От тебя далеко, Я сердцем всегда здесь С тобой. С тобой вдвоем К нему идем, Нас чайки зовут, И зовут. Зовут, Зовут к себе К морской волне, К морской волне. К морской волне. Зовут к себе К морской волне, К морской волне. К морской волне. Зовут к себе К морской волне. К морской волне. К морской волне. К морской волне. Все тропинки покрыты. И снова резвятся, Бросаясь листвой, А в море забывшие дети. А пляж, Покрываясь корой ледяной, Мечтает о солнечном лете. О, Родина, Ты шум лесов, Величие гор, Волна морская, Простор вселенский, Прочный кров. Песнь сердца тихая, Простая, Ты детский смех, И женский плач. Надежды сток, Восторг свершения, Побед, триумф, Момент удачи, Минуты горя и падения. В воспоминании тихий стон, Грядущих лет чуть слышный отзвук, Ты мудреца тревожный сон, И тяжесть покаяний поздних. Ты солнца луч, Небес покой. Для сердца всякого отрада Ты тот, Что Бог своей рукой Нам дал, Как главную награду. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь вместе с Алёшей Клыковом Присутствует два мамы. Дайте мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из тысяч островов Среди морей и океанов. Наш остров – город мастеров, Где вдохновение бьют фонтаны, Где в горных плавится Не там строки язвительной и меткой, Чтоб образ ясно предстал Для публики с такой меткой. Здесь прозы жизни знатоки, Здесь мастера чеканки слова, Здесь ткут роскошные стихи, Стихи и моря в них основа. И слов сплетают кружевами, Природа ведется нить в взоры, 15 лет взлет мастерства К себе притягивает взоры. АПЛОДИСМЕНТЫ Нас связывает очень дарье сотрудничество, И многие ребята выросли на стихах наших поэтов, И литературные альмонахи Острого вдохновения занимают достойное место На книжной полке в нашей библиотеке, И они постоянно востребованы. Помимо всего прочего, В программе гимназии есть в литературе Такой раздел, как творчество родного края. И понятно, что приятно ребятам, Когда поэты, писатели приходят, И можно общаться с творческим человеком, Что называется «Живую». И ребята вот пришли прямо с занятий, И они сейчас небольшое творческое слово скажут для вас. Мы со всеми очень рады вас сегодня поздравлять. Есть достойные награды, Их приятно получать. Но наград достойных выше. Это то, что вновь и вновь вас читают, Вас услышат. Есть народная любовь. Вам 15, как непросто. Это знаем по себе. Вдохновение и роста в вашей творческой судьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Ивановна Бойченко. Вы знаете, она к нам пришла не с самого начала, Но когда она появилась в нашем клубе, Наш клуб расцвел. Эта женщина праздник, Женщина подарок. Она пишет музыку. Она поет. Пользуется и своими стихами, И стихами своего дуга, Которого все время у нас есть среди нас. Но стихи его жмут. Пожалуйста. Я Бойченко, а музыка моя. Красно-желтые листья ветер кружит, И это ведь так красиво, А как под ногами нежно шелушит Волшебный ковер на диво. ПЕСНЯ 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 Только грустно грустит все, Свою чумную прядь. Но зачем торопиться, Облетая, облетая. Спокойно как-то, даже слишком. Дежурит осень за окном, Кленовый лест шуршит, чуть слышно, Бормочет что-то о своем. Спешит домой усталый школьник, Нелегкий был его денек. Слезами осень в город тронет, Донитки вымок он, продрог. Не весело и не счастливо, Не согревая теплый чай, Красиво осень, но тоскливо. Придется мерзнуть и скучать. В такую осень лишь согреет Тепло твоих любимых рук. Теплеет сердце, мир теплеет, И только дождь вокруг. Тук, тук. Спасибо. Спасибо. Пожелаем вам всех, Их тоже салфет. Спасибо. Голованова Елена Геннадьевна, Это тоже наш любимый участник, Нашего клуба. Пожалуйста. Свалился в штопор, Ревело в наушниках. Выходи. Время разъялось на критические секунды. С бешеной скоростью надвигалась гримаса земли. На приборной доске аварийно. Ресницы стрелки затрепетали в тоске, Запрыгали белкой. Внизу аэродром завращался винтом. Врежется, орали механики И прикрывали глаза от солнца. Громово взрелили двигатели, Не подвели. В кучевых облаках нашлось оконца. На последнем миге Вывернул от земли. В поезд склонились, Ели с дубами. Врешь. Череп талисман заклацал зубами. В другой раз не уйдешь. Сколько безвестных подвигов Им не исчисла. Было, есть и будет всегда. Пилот подмигнул. Еще посмотрим. И улыбнулся на все 32. Запели гармонично двигатели. Мысленно погладил по головке дочку. Летчик ас и лучший в мире истребитель Превратились в неразличимую точку. Как встал осенью, Голубые цвета нейлокереток, Что поедут в облаках, Смолно-гоццер, Как сакральный галактик примеры. Просверял я пульс жизни по ниткам Боевых штурмовых самолетов Как вскрывал в своей песне последка Крапких строк прорезлых пилотов Из полярной глади морей Глядя глаза воздушных кораблей Шлифуют спины шасси сезарей У авиакисущих кораблей И ноет в руки, режет души, болит от слез На садной диск резинах для колес На спарке летчик ваших на низнос Но по маршруту цепка держат Уз полярной глади морей Медникатор и переприцел Бегает передачик В посадках на финише Команда знает ток Вновь в поход, вверх и вес Смывает корабель и наш полк А бой в фронт от солнечных стрел Пристает самолет-перехватчик На садовку не за число Рассчитан истребительный метод А что построит наше риме сло Начали взлетать не глядя на крыло Чувствами на ночью Пенгатор сверх глазомер Передник и задник Погут свет Стальной приклада Случай крайних вер С любых высот идущих в локт Неверно Ночью нестандартных Способ игры Казаки с манедурой Да я не звал, как до утра Снегли не золото небес А при почувствии неба страны Ведь это крутоемкий процесс Чудный облиц Божьей искры Он истребит стал в позор добрый И жмется к сокам синий лес И гладит море И воропресс И переночек ВВС Как вулакал садись А я на палубе стоял И от восторг раздавал Команя строит поля На мини свой лес Плечи быстрых взлетных полей И звезды клинчелезные Косяк с дракотом журавлей В одном режиме вихрит скоростей И лишь он слышен свисты местных людей И храпован в стажных камерах рукодей И воля в воздух пажащих людей Продюсу стало проблескать огней На самом полу И скрипят в полоте садей И в шлемах скреты лисы А в глазах в тени страстей Кобель на спи Их пришило к небу иглу Одной сурой лыбкой войны И на крыльях нашей любви И я на другой колесе и сын И слезы с морем небесло И ровно дышит горизонт И пройдет ракет зонт На плове ловить А я на поле стоял И от вас долго замерал Когда маэстро исполнял На веке свой каприз Когда маэстро исполнял На веке свой каприз Когда маэстро исполнял На веке свой каприз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где в родном окне горит свет, а на диване теплый плед Где телевизор в погоде вещает и теплый чай нас согрется Добрый день, дорогие участники сегодняшней нашей встречи. Вы знаете, весь прошлый год и этот год посвятил изучению архивов, литературы Одним словом, все что касается рождения нашего Красного флота и, прежде всего, Балтийского флота И действия Балтийского флота в 18-19 годах Мы как-то привыкли с вами, как только говорим о флоте 18-19 годов Сразу представляем себе непременно правого удалого матроса с красным бантом на груди Чтобы исключить все в двери очередного аристократа с тем, чтобы мыслить их Или же вот нам показывают Зимний дворец и облепили, значит, ворота Зимнего дворца, кто опять-таки матросы И самое печальное, что в последние годы, в последние 20-летия, будем говорить Обязательно показывают полуторку и в полуторке пьяные матросы Разъезжают по улицам Петрограда и другим городам Да разве это все так, если мы поднимем литературу лучших наших писателей Участников тех событий, свидетелей тех событий Будь это Аркадий Гайбак, Константин Федерин, граф Алексей Толстой Всеволод Кишневский, наш моряк Не так, они в своих произведениях представляли действия флота Но, прежде всего, я хочу Вот жар, иной порой боль сердца Когда знакомился с документами, я имею ввиду распоряжения, приказы, реляции, различного рода именно тех лет Сто тысяч только в Балтийском флоте матросов и офицеров Сто тысяч Это те матросы офицеры, которые прошли 4 года Первой мировой войны И отлично выполнили свою задачу Не пропустили германцев в Петрограду с моря Не пропустили Финский залив Когда германцы уже вот, 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 вот Голыми руками готовы были взять Наш Балтийский флот, наши корабли Стоящие в Ревеле, нынешний Таллинн Гельсинфорсты, нынешний Хельсинки 18-й год, февраль месяц А как поступили наши моряки Опять-таки, говорю, матросы и офицеры Да, вчерашние флотовские офицеры От лейтенантов до адмиралов Как поступили? В ледовых условиях С февраля по апрель 1918 года Уже вот она Уже родилась советская власть Уже первые шаги советской власти Балтийский флот Выделан из Лесенфорса и Ревеля 254 корабля 254 корабля 6 линейных кораблей 12 крейсеров Десятки эсминцев Кто за этими действиями? Кого мы должны видеть? Матросы с банком красным Готовы стучиться Две линии стаканы? Нет Мы должны видеть Партилистов Свидистов Артиллеристов Матросов А Кто же ими командовал? А ими командовали 5000 офицеров От лейтенанта до адмирала Это 18-й год Это 19-й год То есть мы должны Видеть Вот оно Живой организм Боевой организм Наш Родной Балтийский флот А ни однобока Ни односторонняя Опять-таки Только германцы ушли У них Революция В Германии В 18-м году Свершилась Они ушли Из Балтики Так вместо них Опять-таки Мало об этом писалось Но это документы Я ничего не преувеличиваю Пошла английская эскадра Уже в декабре 18-го года И действовала В Балтийском море С целью Уничтожить Балтийский флот Нанести удар По петрограмме 72 выпила 72 выпила Несколько трассеров 40 эсминцев 12 подборных лодок И еще две бригады Аппаратов Воздухоплавания То что мы сейчас Аэропланы Они ввели И опять-таки Казалось бы Вот оно Все Революция в России Только-только Рождение советской власти Вот Уже Балтийский флот Чуть ли не в их руках Нет Нет Да Это несмотря на то Что Совнарком В феврале 18-го года Выпустил Значит Принято было решение Об увольнении Старой Армии Старого флота И рождение нового Красной Армии Красного флота Несмотря на то Что часть Прежде всего Матросы Из деревень Из поселков А рабочие Прежде всего Костяк Они оставались Вы понимаете Когда изучаешь Эти документы Ну просто Видишь И думаешь Как в этих условиях Холод Голод Недостаток Во всем И поэтому Когда писал Очерки Когда писал Рассказы Видел Прежде всего Перед собой Живых людей И опять-таки Сам Не лейтенант Уже Думаю А кто же Командовал Кто же Командовал Да Нам известно Со школьных лет Матрос Дебенко Матрос Железняков Матрос И еще Еще Матросы Они же командовали Они поднимали Людей Да Они делали Все Чтобы дисциплина Была на кораблях Да Но командовали Управляли Флотом Соединениями Отрядами Наших кораблей Кто Да вчерашние офицеры Из 189 Царских адмиралов На Балтике Только 129 Они Не приняли Революцию Как Нет конечно У них Они по разному Были настроены 129 Адмиралов Остались На местах 2500 Офицеров Царского флота Остались На местах Вот они Командовали А матросы С готовностью С готовностью Делали все Чтобы защитить Наши границы Вот это И было Целью Показать Еще две минуты Повторяю Голод Холод Меня Не то что И волновало Я хотел узнать Как вот Откуда же силы Взялись В этих условиях И внутреннюю Контуру И мощные Вчерашние наши Союзники Пантанти Как могли Как могли В этих условиях Не только Выжить А победить И вселить Людей Верой Оказывается Это очень просто Люди Не хотели Возвращаться К разрухе К старому Люди Хотели Нового Светлого Лучшей жизни И отсюда Да А это Может быть Слова Нет Почему Шаряпин Именно в сезон 18-19 Года 80 концертов Дал В театрах Не считая Бесятки Выступлений Перед Красноарвецами И краснофлоссами А давайте Вспомним Поэмы 12 Александра Блока Ревы Марш Владимира Маяковского А Гелировский Гелировский Никогда не писал Ни стихи Ни поэмы Вдруг выдал Две поэмы Петроград И сей Каразин Можно много Примеров Оказывается Вот в чем Это Вера В том Что за этим То что оставили Позади Будет Светлая Иная И лучшая Жизнь И вот Лепка Которую внес Балтийский флот Матросы Офицеры Кстати Балтийским флотом На первом этапе Командовали В 18-19 Годов Кто бы вы думали Это Капитан Пирога Бернс Возглавил Бернс Возглавил Главный Морской штаб И Адмирал Эдмирал Зарубин Участники Боя Крейсер Варяг Бернс 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 Старшим Штурманом На крейсере Варяг А нынешний Командующий Командующий В 18-м году Балтийским флотом Бернс Старшим Артиллерийским Офицером На крейсере Варяг То есть Я что хочу сказать Лучшие Лучшие Из лучших Они вот в это тяжелое время Командовали И Нас Не смогли одолеть Ни внутренние Противники Новой Власти И новой жизни Ни Те Которые пришли Те Которые Мы называли Интервентами Спасибо Прямо целый доклад Получился Ну хорошо Так Гена Пожалуйста Я брала звонки Там приказ На шарфтург Сниматься И бегут По постам Моряки Вряд ли Ветры За ними Угнаться И ягод Котит отравна Во рту За конуры Волна Заиграл И ты кричала Мне Я тебя Жду И платком Долго Спирса Махал Скрылся Берег Потохли Огни Перед нами Раскинулось Зимой И поплыли Усталые дни В этом шумном Бескрайнем Просторе Утром Встанет Девчонка Глядит Из окошка С вопросом На взборе А маяк Все горит И гудит На высоком Приближном Пригоре И однажды На вечный Вопрос Долгожданный Корабль Показался За штурвалом Бывалый Матрос Тот, что Юнгой В рейс Отправлялся Нет Ярче Вви Той Что дал нам Спаситель Где Алые капли Влетала Земля Чем Жертвы И крест Что Несет Искупитель И Жизнь Полагает За Други Своя И Жребий Упал Что Всегда Своевольный Орлом На победу Как Новый Совет Как Камень Фундамента Краеугольный Для Будущей Жизни На Тысячи Лет На На Стыки Веков Кам Не Склонны Стихии Как В годы Великой Священной Войны Мы Снова Встаем На Защиту России На Русской Дуге Нашей Древней Страны На Пустой Дуге Нашей Древней Страны Бой Ты Утрен Вечером Во время Года Любови Пахнешь Морем И ветром Жизнь По-новому Устроишь Число Улиц Неблиных Знаю Время Умножить Как Феерия Грина Ты Прославиться Можешь Ведь Мы Ходим На Верие Ждем Своих Горуса И Отчаянно Верим Сбудутся Чудеса Если Вдруг Я Уеду Ты Назад Позови Меня Я Вернусь Сказку Эту Под Весенний Ред Я Вижу Серебристый Близ К Непогоду Весною Вместо Бальком Звенит Ручей Я Знаю Нет Без Красоты Природы В лес Вверх Ожурные Солнечные Лесо Нас Птичьи Пени Радуют От Ветра Пустыня В мир Без Разных Волосок И Все Ж Мир Ничто Без Человек А А А А Балтийский Вальс Когда печаль Сожмет Кольцо Наденет Город Ночи Фраг Зажмусь И Твое Лицо Слывает Вновь В моих Глазах Ты Помнишь Укрывая Нас Шепталась Звездная Листва А Нынче Вальс Матрос Сгибай Ствердить Свои Слова А О Над Тобой Балтики Свет Неласковый А О Над Тобой Крылья Штарков Распластаны Песня Моя Чайка Чайка Стремительной Лети Став Моя Ком Вдруг На Морском Пути В чаду Гудящих Дискотек Толпой Управит Жесткий Рог Гремит Кончугой Старый Век Разлуки Назначая Срок Один Лишь Только Поворот И Вот Уже Приходит Час Тебя Невидимой Волной Несет Матрос Сгибай А Над Тобой Балтики Свет Неласковый А Луна Тобой Крылья Штарков Распластаны Песня Моя Чайка Стремительная Летиста Моя В Трудном Морском Пути Моей Улыбкой Станет Пустью Малтийский Вальс Матросский Вальс Напомнит Тон Разреет Грусть Коснется Утомленный Глаз На Море И на Берегу Хочу Чтоб Ты Моей Вес Морс Что А Невзгод Глубин Я Дружбы Огонек Морс 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 Стать маяком в трудном московом пути. Стать маяком в трудном московом пути. Наше детство из послевоенной поры, И тенистые, тихие наши дворы, Сладкий запах акации, качельных весна. Я как в детстве далеком стою у окна. Здесь, напротив, с друзьями играли в войну, Здесь стояли за город, за нашу страну. Красный галстук, как знамя, в бою берегли. Здесь росли и мужали, здесь быстро росли. Поезд памяти нашей по рельсам стучит, Замирая у стрелок. Мы не видели взрывов, не слышали стук перестрелок. Мы играли в окопах. Страной своей гордились, Что в тяжелой войне фашистскую мощь победила. Мы покинули наши дворы, Разлетелись по свету. Что теперь происходит в стране, узнаем из газеты. Вдруг узнали, что не было счастья, А были лишь беды. Революция – бунт, И в войне не бывала победы. Как могло? Как случилось? Что было нам дорого в детстве, Нарекли пропаганды и политическим средствам. Чем гордились, всегда восхищались, И что мы любили, Перекрасили в черное, Спрятали и позабыли. Поезд памяти нашей по рельсам стучит, Город в сумраке тонет. Поезд памяти нашей Еще не успел перекрасить вагоны. Помним, любим, Гордимся страною своей, Как прежде. Поезд памяти, Веры, Высокой любви И надежды. Браво! Заслуженная учителя России, Директора Дома детского творчества, Артену Витру Неморесову. Спасибо большое! Знаете, у каждого в жизни, У каждого человека есть главный праздник. В детстве, Какой это праздник у ребенка? День рождения, правда? А когда ты взрослеешь, Причем так прилично взрослеешь, То ты уже понимаешь, Что есть день рождения более главный, Чем твой. Это день рождения твоей мамы. Поэтому я хочу сегодня Почитать стихотворение, Которое называется С днем рождения, мама. Сделала я стрижку, И спрошу, Как дела? С кем сегодня при встрече Ты беседы вела? А еще по субботам на праздничный ужин Отдохнуть от работы Мы придем к тебе с мужем. Ты счастливая теща, Никак не отнять. Тебя искренне любит Любимый твой зять. Невзирая на годы, Ты всегда хороша, Ведь в любую погоду Поет песня душа. С днем рождения, мама. С днем рождения, родная. Быть любимой дочкой Это счастье. Я знаю. И второе. И навеяно оно Нашей прекрасной осенью. Сегодня немало Размучало стихов об осени, Но это, наверное, и не случайно. Осень, падают листья, Грустный, звучит напев. Грустные лезут мысли, Вдруг раздается смех. Это смеются дети, Шумно по листьям шурша. Смех этот главный на свете, Вмит ему вторит душа. Осень, зима или лето, Судьбы моей тонкие нити, Жизни бегущей примета. Вы только не разорвите, Вы только не отступите От важной, заветной цели. Вовремя душу спасите, Чтоб до весны вы успели, Чтоб вновь рожденным листьям Души открылись светом, Чтоб светлыми были мысли. И пела душа при этом. Я так рада, когда приходу сюда, правда. Я чувствую, что если отдыхаешь это всего, Рада очень читать всегда И готовить наши сборники. Иногда до слез, правда, Замечательно. Вот готовится 20-й сборник, Там очень много замечательных произведений. Поэтому мы скоро, в декабре, Обязательно всех пригласим И все смогут познакомиться С новыми произведениями. Спасибо, профессиональный. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Витя Николаевну, Анну Алексеевну. Остров, остров, остров. А что такое остров? Микрофон. Это часть суши, окруженная водой. И он мертвый. Если там нет людей, И к нему не прибывают люди. А если там люди островитяне. И если там зрители и слушатели, Это вы. То, конечно, все живет, все радуется. Так вот, я в своем сухотворении Несколько раз обращаюсь К зрителям и слушателям. Нашим творческим поискам Нет преград. Каждый островитянин Встречам с вами рад. Наши мысли без фальши Чисты и просты. Пятнадцать лет Мы поднимаем Словесные власты. Критиканы и завистники Нам противны. В жизни балтийской Мы очень активны За мир, доброту, красоту В ответе. Хорошо, что ум Господствует на свете. Мы создаем духовное поле Труда, любви, красоты и воли. Соблазна нет Получать подарки. Но встреча с вами Бессмертно Все осталось в воспоминаниях. Звон струны Под гитару Песни Как же все это было здорово Когда были мы рядом Все вместе Валовал ты меня И лилию Позволял делать все Без предела Братья Даже за шалость Меньшую От тебя бы сполна Влетела Догоняю тебя По возрасту С каждым годом Разница тает Если б знал ты Как с каждой минутой Мне все больше тебя Не хватает Все осталось В воспоминаниях Нет, не все А ведь я сама С мухомольем твоим характером С силой Бой И складом Ума Аплодисменты Аплодисменты Он попросил Прочесть Стихотворение Друзья Смотрю в глаза Усталые друзей И сердце грустно Отпечалит Что не взойти На бортном корабле Где лейтенантами Мы службу Начинали Исчезла молодость Как след келеваторной струи Ушла за горизонт Как клин Той журавлиной стаи И вместе с ней ушли Корабли Где лейтенантами Мы службу Начинали А как же хочется Туда В тот год Когда присягу Принимали На верность Родине клялись И честенеть Божизнь Ощущали Когда встречаемся Порой То с горящей полынной Замечаем Как поредел Наш бывший строй И образы друзей Ушедших Вспоминаем Все пересчеркнуто Андреевским крестом Но о друзьях Живы Воспоминаниях Плетемся мы За указующим перстом Судьбы своей В системе Мироздания Остатки жизни Тихуют Часы Из нашей дружбы Был я просто нищий Услышал я Услышал голос я Лампады Не гасить И это будет Конечно же Всевышний Приказ Всевышнего Сильнее Чем марксизм И то что Живы Божьи благодать И вслед Летит Второй приказ Равнение На жизнь И флаги И спускай Спасибо Там Как раз 50-летие Знакомства Михаила Павловича Со своей Белимой Женой Тоже иногда Пишу Особенно После дружеских Застолья Не знаю Как у женщин Мука приходит До После Льва Время Я считаю Что он и мужчины Музы Приходит Наверное После С вашим Позвольным Извините Строгом Написал С листа Вот На чем Было Нужна ли Мне другая Ты Страней Немного И моложе И образованной Быть может Нужна ли Мне другая Ты Зачем Себя Не спрашиваю Даже Люблю тебя Такой Как есть И не Ищу Былой Пропажи Ценешь То Что В жизни Есть Люблю Тебя Зараз Встреч Зарез Встреч Встреч Твою Люблю Тебя За то Что Вечность Сказать Не можешь Я люблю Люблю тебя Какие строки Какая Сила В них Живет Наверное Наверное Каждый В этом В мире И хочет Слышать И поймет Без них Нет жизни Полноценной Без этих слов Все Суета Не Каждый Может Откровенно Сказать Себе Что Жизнь Прошла 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 Спокойно Серо Тускло А ведь Хотелось Иногда Чтобы Уста В уста Кричали Возьми Меня Я Вся Твоя Нужна Ли Мне Другая Ты Поверь Ответа Я Не Знаю Но Ты Со Мно И Я Желаю Прощения За Грехи Свои Антоник Я Друзей Не Забывайте И Лучах И В истинных Делах Не Замечайте Ведь Будет Поздно Там На Небесах Долги Свои Сегодня Раздавайте Не Дайте Люди Про Любовь И Чувствуй Прекрасно Не Дайте Все Что Было Не Вернется Вновь Любовь Свою Сегодня Подарите Ведь Жизнь Как Чаша Тонкого Стекла А В ней Любовь Напитком Драгоценным Любите Женщину Которая Вышла И Стала Жить Честь Неотъемной Но Сейчас Видеоклип К сожалению Я хотел Чтобы Исполнители Этого Клипа Были Здесь Но Сонечка Насимова Прооперировали Поэтому Значит Ребята На мои Стихи Создали Песню Называется Песня Возвращения И Сделали Видеоклип Пожалуйста Ваше Внимание Возвращаемся домой Прощай Последняя Заправка Волна Страдает За кормой А нам Ее Совсем Не жалко Сванков А в райных Тишина А на душе Растет Тревога Что на земле И я Одна Мы все Волнуемся Немного Ты Позвонишь Откроешь Меня И даже Боже Стих Рукат Я Так Что В Твое Сметенье Растворяясь Расск Волна Расск Третья Наш Этаж Пошло Биз В Твои Твери Расск 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 Тебя огня, твое сентябрь не растворяется, В туге ты сломнился на земле. Потому что человек, который не испытал и не понимает, что он так и напишет. Так что это очень сильно то, что вы пишете честно. Я поздравляю вас с этим юбилеем. 15 лет для литературного мнения – это большой срок. Большой срок он удержался. Многие мнения возникают, тают и так далее. И думается, что Малтис – вот это место, которое очень благодатно для творчества. Я сюда лет больше 50 лет назад первый раз приехал. Буквально почти все флотские офицеры писали стихи. Начинают с Кабакон, Суслович, Марк Рацак, Чебатаев, Германов. Я могу бесконечно перечислять этот ряд, да, огромный ряд, который флот подарил поэзии. Вы славные продолжатели этого ряда. И никогда, я думаю, что муза балтийский не утихнет. Ну, почему это происходит? Ну, во-первых, вот воздух, может быть, все насыщено этими предыдущими поэтами, да. Невозможно, чтобы здесь не было литературного мнения. Первое. И второе – это море. Море – это тот простор, тот образ, который для поэзии самый главный. Море нам дает свободу, море дает неутомимость этого ритма. И лучшие стихи в русской поэзии посвящены морю. И многие любимые мои поэты, они именно вышли из Марса, в том числе Лебедев, имя которого называется литературное мнение балтийского флота, которому в следующем году исполнится сто лет. Это огромная дата, не знаю, как ее встретят. Но был здесь Игорь Волгин. У него после разговора о литературном объединении возникла такая мысль – собрать съезд руководителей литературного объединения в Калининграде. Не знаю, как откликнется наше руководство. Но вот, понимаете, не знаю, как назвать век наш, который мы уже усложили, для литературы. Вот мы золотой веком признаем, как классическая русская литература. Серебряный век, поэзия великолепная, да? Все. Сейчас оценить происходящее невозможно в желудное расстояние, чтобы отойти и оценить. Но чтобы так много было пишущих, чтобы так шире распространялась литература. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это самовыражение, понимаете? Потому что мы получили свободу издания. Можно забыть о больших гонорарах, забыть о больших тиражах, но свобода издания позволила многим авторам, как бы реализовать себя. И я думаю, что в этом большое преимущество, потому что для человека творчество это один из истохов его жизни, наверное. Видите, вот от ними у меня возможность писать, ну кто я такой буду, там, на пейзин, инвалид какой-нибудь, да? Но человек, который пишет, он подпитывается тоже соком. Он отдает себя, но питается вот этими соками литературы, соками всей нашей русской литературы, большой, объемной. Много говорить не буду. Я хочу вам пожелать вдохновения. Ваш остров, самый западный остров вдохновения у нас в стране, да? Надо так держать Михаилу Борисовичу, главному вашему инициатору. Позвольте пожать руку. Не забывайте, еще раз счастье – учwalker. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»